В последнее время в Киеве стало популярным проводить разные ярмарки и фестивали. И каждые выходные здесь устраивают какой-нибудь фестивальный движок. Например, фестиваль уличной еды, куда приходят тысячи киевлян, чтобы наесться до отвал. Или фест-кураж-базар, где все шопятся на хифстерской барахолке. Наряжаются и танцуют. Даже у мопсов в Киеве есть свой фестиваль. А смысл? Кто смешнее оденет своего пса? В общем, в городе фестивалят по любому поводу. Обычно, когда в руки к ведущему попадает вот эта штучка, он сразу же бежит к самому известному дизайнеру, чтобы покупать красивые вещи за сумасшедшие деньги. Но в Украине дела с дизайном обстоят совсем немножко, чуть-чуть, очень сильно по-другому. Дело в том, что 312 молодых начинающих украинских дизайнеров в выходной день собираются в подвале вот этого здания, чтобы удивлять. Чем? Как? Сейчас посмотрим. Идем. Называется это сборище «Все свои». Дизайнеры здесь общаются, пьют кофе, вяжут, ну или просто скучно сидят. В общем, идея в том, чтобы показать и продать свои дизайнерские творения. А люди уже думают, купить их или нет. И вот собрались украинские дизайнеры, нашли одежды, стал вопрос, потому что продать это все? А что продать нужно? Название интересное. А рецепт очень прост. Берешь любое слово, переводишь его на английский язык. Пожалуйста, теперь у нас есть платье «Трава». Или же пальто «Утиная сторона». А как вам название «Носи кокаин»? А кто здесь? Ваша? Это Ваша? Потайные карманчики хотя бы есть? Нет, потайные карманчики. Ну, а какое-нибудь двойное дно? И с двойного дна тоже. Подкладная спина. Второй подплечник, может быть. Ну, может быть. Запомните эти идеи, они вам обязательно приведутся. Спасибо. Спасибо. Опа! Хамелеон. Чем гордитесь? Вашими, конечно же, зеленками. Какими? Вот этими, да? Да. Цвет поменяет? Ну, как видите, он постоянно меняет. Почему бы не соблазнить коричневым? А вот, пожалуйста, 50 оттенков зеленого. Ну, вот вы как считаете, каким краще злабливаты? Зеленым чи таким? Как вам быть? Ни тем, ни тем. Ну, а самые смелые и решительные просто используют свое имя. Рост Рубцова-Бриска. А теперь дальше. Ой, простите. Дальше, дальше. Так, название это, конечно, хорошо, но пора шопить. И по факту, что есть на ярмарке все свои. В общем, по-настоящему стильных дизайнерских идей я не заметил. Ребят, утеплитель. У нас на заводе таким трубы обматывали. А тут... 220 долларов. Наверняка кто-то скажет, что это модно, весело, молодежно. И что? Мне потратить деньги на благотворительность? Типа поддержать дизайнеров и купить кучу всего никакого? Если уж и покупать что-то, то что-то практичное. Например, пальто. Ну вот, у этого пальто хоть оригинальный концепт есть. Плюс оно реально стильное. Покупай. А дизайнеры, которые не поместились в павильоне, мерзнут на улице на фестивале Made in Ukraine. Тут огромное количество разных всяких дизайнерских магазинчиков, каких-то хендмейд пледов, шапки, ушанки, рубашки, пальто. Сюда съехались украинские дизайнеры и заведения со всей страны. Хочешь львовского кофе? Пожалуйста. Фаршированные рыбки из Одессы? Пожалуйста. И все это продается по специальной доступной цене. В этом главная фишка фестиваля. Мне подходит идеально. Чтобы вы думали, самый последний тренд. Парки с цветным мехом тут тоже есть. А это значит, что этот рынок не отстает от мировых тенденций. На самом деле парк из крашеных мехов сейчас реально риск мод. Шубы уже всем надоели. А сколько стоит такая? Такая стоит 36 тысяч. Ничего себе доступные цены. А какая самая недорогая парка? Самая недорогая парка? Такая, чтобы бюджетному туристу хватило. Вот эта, да? Ну, леса обычно. Леса обычно. Сколько стоит такая парка? 10 тысяч. Ой, понятно. О, дизайнерские шапочки. Посмотрим. Вот это прям провал. Это прям нельзя покупать. Прям нельзя покупать. Сколько стоит? 100 баксов, ребята. 100! Это просто полет дизайнерской мысли. Я бы так назвала эти джинсовые рюкзаки. Рюкзаки. Даже мой рюкзак выглядит на их фоне. О! Что-то как-то тяжко мне на этом фестивале найти что-нибудь интересное. Ну, согласитесь, ничего особенного и стоит недешево. Посмотрим, сколько стоит. Есть скидка. Скидка есть? А у кого маленькая грудь? Скидка есть? Есть. Сколько? За 500 отдаем комплект. 500 комплект? Ну, хоть это я могу себе позволить. А можете мне что-то посоветовать? Мне нужно очень обольстительное белье. Такое, чтобы, например, я сейчас его купила, и мой оператор сказал... Вот такие трусики. Высокая посадка. То есть вы такая мамаситта? Да. А мужчинам же не нравится высокая посадка? Нравится. Мужчинам нравится высокая? Вот. Не нравится? Нет. Все говорят, что нет. Мужчинам, а вам нравится высокая? Нет? Вот. Нет. Нет. Извините, вопрос можно. Вот вам нравится? Когда высокая талия. Или нет? Или нет? Во! Что скажете? Отлично. Отлично, да? Да? Ну вот смотрите. Нравятся людям? Если три мужчины сказали отлично, значит надо брать. Сколько стоит? 250. 250? А почему так дешево? Один остался. Один? Так он же меня ждал. Так он же меня ждал.